Тема дефицита лекарственных препаратов оказалась настолько болезненной, что подготовка этого материала напомнила своеобразный квест. Казалось бы, мы только нашли подход, пробирались сквозь глухие стены, но снова приходили в никуда. Молчали чиновники, молчали поставщики и даже те, на кого пришелся основной удар – сами аптечные сети. Многословен остался только сам вопрос – куда все-таки исчезли лекарства из аптеки и кто в этом виноват? Давайте разбираться. В последнее время из-за повышения простудных заболеваний, ОРВИ, той же пандемии, большим спросом пользуются препараты противовирусные. Противовирусные антибиотики, витамины – это то, зачем сегодня бегут в аптеке, то, без чего в нынешних реалиях обойтись нельзя, то, что ищут и то, что не всегда находят. Так выглядит ситуация последнего месяца. Человек приходит в аптеку за лекарством, которого нет, соглашается на аналог и снова неудача. Идет в другую тот же сценарий. Мы назначили препараты, и мы с мужем с трудом их нашли. Мы не сразу их нашли, даже сутки, недели их не было. Обращались к знакомым, и по-всякому я пыталась найти. Все только аналоги. А теперь актриса Зульфия Валеева – пациент госпиталя. Поражение легких – 25%. А Сулу Галиева тоже лечилась дома и столкнулась с той же проблемой. Если лекарства и были, то не по карману. Мы купили таблетки Ксарелта, которые стоят 3,5 тысячи рублей. Это вдобавок ко всем лекарствам, которые мы пропили. Он дорогой. Конечно, пенсионеры, работники бюджетной сферы, например, не могут себе это позволить. Коллапс. Будем называть вещи своими именами. Только страдает от него не рынок, а обычные люди. Некоторых препаратов у поставщиков нет. Нету аквадетрима, нету арбидола. Нету антибиотиков, которые назначают сейчас врачи. Это леофлоксацин и азитромицин. И у поставщиков нет. Заказать мы их тоже не можем. И периодически пропадают и витамин Д, и аквадетрима тоже. То появляется, то нет. То комплевит аквадетри тоже появляется и пропадает. И препараты от тромбозов тоже также. По поводу маркированного товара, когда мы его принимаем, отправляем данные в честный знак, не всегда подтверждение приходит быстро. То, о чем сейчас говорит заведующая аптека, это то, что, во-первых, одна из причин – маркировка препаратов. Сортовала она еще в 2017-м, а с июля этого года распространяется на все медикаменты. Казалось бы, избежать фальсификата – дело хорошее. Покупатель теперь будет точно знать, что покупает. Настоящее средство, а не подделку. Будет знать, если препарат вообще попадет на прилавок. Завис начинается в середине цепочки. Такие препараты, которые выпускались, как это называется, в контурно-безячейковой упаковке, для них до сих пор существует проблема нанесения. Пытаемся найти выход для того, чтобы нанести вот примерно вот такой код с необходимой информацией. Как это работает? Есть специальные метки, и на каждом этапе прохождения каждой пачки лекарства эти метки нужно сканировать и отправлять данные на специальные серверы. А после этого дожидаться ответа разрешения. Это долго. Серверы просто не работают. А оформление крупной партии лекарств занимает дни и дни. То есть препараты есть, но продать их получается нельзя. Нет возможности, например, ошибку обратно-назад откатить или что-то исправить. В итоге, так как закон обязывает нас 1 июля, приходится, например, что-то там возвращать полностью. Следующее звено дистрибьютор сейчас в большей степени столкнулся с этим, потому что прилив той информации, которую должна обработать система МДЛП, честный знак, он, я так понял, не соответствует порой их техническим возможностям, тем, которые не до этого заложили. И в итоге так получается, что очень часто, например, сам продукт есть, мы его производим, сырье есть, все хорошо, мы все упаковали. А, например, система, ну, не как-то в какой-то мере или не получила информацию, или получила ее с ошибкой. Возможно, были какие-то просчеты при выделении каких-то технических мощностей под это, либо там человеческих ресурсов в виде технической поддержки. И все это случилось во время пандемии. Программа оказалась не готова к такому наплыву. Система не успевает оформлять заявки. Машина устала и выдает глюк. Однако перезагрузка техническая станет возможна только при человеческой перезагрузке. Я думаю, что к этому вопросу маркировки нужно будет возвращаться после окончания уже всей этой ситуации с пандемией. И в дальнейшем, конечно же, ее необходимо вводить, но вводить, так скажем, более мягко. Действительно, это некая совокупность вот всех этих обстоятельств. Конечно, мы находимся в состоянии жесточайшего кризиса. Ну да, если искать виновных, то на самом деле лучше отвечать на вопрос, что делать, а никто виноват. Хотя, если мы определим, в чем причина, то мы сможем не допускать ошибок и в будущем. Искать их, этих самых виноватых, наверное, не совсем корректно. А вот что делать – вопрос. Контролирующие ведомства держать ответ отказались. Министерство промышленности, которое, впрочем, и отвечает за маркировку, отвечать по факту оказались не готовы. Отмолчался и Росздравнадзор, когда все все знают, все понимают, но почему-то не признают. Проблема, впрочем, не регионального, а российского масштаба. Буквально неделю назад Минпромторг России систему ослабил. Теперь она работает в уведомительном режиме. Это значит, что особо важные препараты будут поступать в аптеку без маркировки. Мы решили сами проверить, что сегодня продают, а что купить невозможно. А у вас клексан есть? Нет. Витамин есть? Витамин С, витамин, да? Витамин С давайте. Витамин С есть. Давайте. А у вас клексан есть? Клексан. Клексан. А бывает вообще? Привозят? Вообще показано, что у вас, когда везде везут, я не могу сказать. Все группы витаминов в них нет нехватки. Арбидол попадается через раз. Дексамин С, витамин С, витамин С, витамин С, витамин С. женщины. Далеко ходить не надо. Интернет-форумы, заваленные мольбами и вопросами, где купить или заказать. Это не только от Александра. На самом деле аналогов много. Эта группа называется низкомолекулярные гепарины. Низкомолекулярные гепарины сейчас являются патогенетическим методом лечения. То есть одним из базовых способов лечения вирусных пневмоний. Я, по крайней мере, стараюсь назначать так, чтобы у пациента был выбор, что можно взять в аптеке, если нет конкретно вот этого препарата. Но опять-таки по дозировкам достаточно сложно. И сам человек, обычный человек, он никогда не сориентируется. Это должен сделать врач. И эти люди тоже создают искусственный ажиотаж. Те, что без разбора скупают таблетки. Без показаний и рецептов. Люди читают чужие истории болезни. Людям страшно. Немного успокоил общественность к концу недели Владимир Путин, который объявил, что все пациенты с диагнозом ковид, которые лечатся дома, теперь будут получать лекарства бесплатно. На это направят 5 миллиардов рублей. Деньги есть, на складе есть и лекарства. Но есть ли возможность? Возможность решить сбои технические и человеческие. Люди, кстати, взялись за дело сами. Башкирия, врач, переболевший коронавирусом, теперь раздает оставшиеся медикаменты и предлагает другим поступить так же. Возможно, именно эта поддержка даст то, чего сегодня так не хватает. Сил. Сил продолжать идти, идти до конца и не оглядываться. Диляра Исупова, Андрей Мохов, Андрей Ключников и Андрей Кузьмин. 7 дней.